В прошлой программе Максим Горбунцов отправился в главное следственное управление главного управления МВД по Самарской области. Провел рабочий день со следователями. Ему показали то, что обычно остается за кадром. Узнал, что же происходит в комнате для опознания предполагаемых преступников. Поинтересовался, как сотрудники главного следственного управления борются с интернет-преступниками и как же отдыхают следователи. А под финал программы задал вопрос. Как называется специалист, который везет уголовные дела, организует точные ставки и доказывает вину преступников? Первым правильный ответ прислал Анатолий Виноградов. Учится в Самарском медико-техническом лицее. В свои 12 он не по годам рассудителен и очень серьезно относится ко всему. Обожает информатику и физику, играет на фортепиано, поет, а еще занимается дзюдо, имеет желтый пояс. Анатолий Виноградов пришел заниматься с локомотива. Он занимается второй год. Парень старательный. При определенных усилиях он может добиться хороших результатов. Есть желание бороться, есть желание трудиться. Вообще наш герой обладает таким упорством, о котором пишут в книгах. Я, конечно, еще не совсем знаю, кем я хочу стать, но у меня две версии. Либо спортсмен, либо, может быть, я хотел бы стать каким-нибудь управляющим, либо, не знаю, мэром. Моя самая высшая цель – это президент. Редакция программы решила поддержать патриотический настрой нашего героя и первым делом отправились с мальчиком в управление МВД России по Самаре на Мариса Тореза 12. Это здание управления МВД России по городу Самаре, которое в разные годы преобразовывалось. Оно образовалось в 1979 году, и первым руководителем его стал Кременсков Константин Иванович, полковник милиции, заслуженный работник МВД СССР. Этот человек, он очень много сделал для создания управления, для того, чтобы в городе наконец-то наступил порядок, беспокоился о жителях, о безопасности жителей. Более того, он очень много сделал и для того, чтобы сотрудникам органов внутренних дел было очень удобно работать, и они с удовольствием выполняли свою работу. Советом ветеранов при управлении было принято решение, и руководство нынешнее поддержало его, об открытии, об увековечении памяти данного человека и об открытии мемориальной доски. Открыли доску в прошлом году 13 ноября. Дата открытия мемориальной доски выбрана не случайно. Куйбышевское УВД было создано 13 ноября 1979 года. С этого момента и в течение следующих 15 лет его возглавлял Константин Иванович Кременсков, который к тому времени уже прошел путь от участкового до замначальника областного УВД. Именно с его приходом к руководству городским отделом на всех оживленных перекрестках Куйбышева появились будки, в которых круглосуточно дежурили солдаты ППС и следили за порядком. Кроме того, было создано специальное подразделение, которое занималось розыском угнанных автомобилей. Он сделал очень много. Да, да, он сделал на самом деле очень много. Он, кстати, прослужил в должности начальника управления в течение 16 лет. Да, это достаточно длительный срок. С разных регионов приезжали перенимать передовой опыт тех новаторских идей, которые он внедрял в жизни. Ну что, Анатолий, приглашаю тебя в гости. Да, давайте пройдем. Годы идут, меняются сотрудники, меняются руководители. Ну и вот, собственно, хотел тебя познакомить с последующими руководителями после Кременского. Вот, собственно, яркие представители. Каждый из них сделал значительный вклад в развитие управления, в организацию работы по поддержанию порядка в городе. Сейчас руководит управлением МВД России по городу Самаре полковник полиции Дмитрий Владимирович Блохин. Он награжден государственными наградами, медалями за отличную службу по охране общественного порядка и за отличие в охране общественного порядка. И в настоящее время сотрудники органов внутренних дел действительно достойно выполняют свою работу, делают все возможное, чтобы простому гражданину спокойно спалось ночью, спокойно гулялось по улицам. Делают все, чтобы обеспечить охрану общественного порядка. Те, кто достигает высоких результатов на службе, заносятся на доску почета. Это те, на кого равняются и кто является потенциалом МВД. Вот с одним из них я хотел бы тебя познакомить. Это сотрудник службы 02, который входит в состав дежурной части, сына Елена Юрьевна. Сегодня мы с ней, с тобой познакомимся. Ты ее увидишь. Мы решили прятаться и познакомиться. Полные эмоции и в волнительном предвкушении наш герой отправился в дежурную часть. И вот он, кульминационный момент знакомства с лучшим сотрудником, который служит для всех достойным примером. Можно задать вам несколько вопросов? Конечно, задавай. Почему вы пошли именно в полицию? Здесь в полицию у меня работал старший брат. И я тоже решила пойти в полицию работать. Я видела вас на доске почета. Тяжело ли туда попасть? Какие заслуги нужно иметь? Хорошо работать. Успешно выполнять все поручения руководства. Помимо этого, ответственно к работе относиться. За сутки в дежурной части раздается более тысячи звонков. Казалось бы, что сложного? Сидеть за столом оперативный дежурный и отвечать на звонки пострадавших. Но на деле все не так просто. Сюда приходят иногда вызовы и со всей области, и даже иногда из других областей. Мы принимаем все вызовы, и потом их передаем туда, откуда происходил вызов. В районы. А вот у вас компьютер с камерами, это вы наблюдаете зачем? Мы наблюдаем за обстановкой в городе. А бывает такое, что у вас какой-нибудь вызов, а на самом деле ничего нет? Конечно, бывает. Бывает. А вот вы как-то наказываете таких людей? Наказывают очень серьезно. Вплоть до уголовного преследования. То есть, ну, просто человек находится в местах лишения свободы после такого звонка. В случае, если звонил ребенок, наказывается штрафом родителей. Итак, сюда стекается практически вся информация о правонарушениях, происходящих в городе. И дежурный должен не только получить от человека, находящегося порой на грани истерики, какие-то первичные сведения, но и принять решение о дальнейших действиях. Ну что ж, спасибо большое за ту информацию, которую вы мне дали. Мне было очень интересно. Ну, удачи вам в работе. И всего хорошего. Спасибо. Дальше наш герой отправился в ситуационный центр «Безопасный город», который помогает предотвратить чрезвычайные происшествия. Сколько человек работает в «Безопасном городе»? У нас обычно находится пять человек в смене. Это дежурный по ГАИ и дежурный по ППС, и также их помощники. Я вот успела уже посмотреть на камеры. Ваша работа связана с наблюдением за дорогами? Да, также у нас имеются камеры, которые настроены на дороги города Самары. Сейчас на улицах Самары за порядком наблюдает 168 камер. Картинка с камер в режиме реального времени поступает сюда. Каждый человек управляет каким количеством камер? Ну, порядка, наверное, вот камер 20 выведены на каждое рабочее место. А не все камеры эти управляемые. Она может крутиться, да, и отслеживать все, что происходит на территории. А это, я как понимаю, пульт управления? Да, это вот пульт управления. Также можно управлять и им. С этим джойстиком мы можем также повернуть и посмотреть. Здесь очень хорошее разрешение. Можно увеличить и просмотреть даже лицо, например. Вот человека мы можем, естественно, здесь увидеть. Также увидеть государственный номер, например, автотранспорта. И все идет прямо в прямом времени, да? Да, конечно. И потом мы можем просмотреть, если у нас есть такая необходимость, архив. День с Анатолием получился незабываемым. Именно потому, что у него настоящие мечты. Он с огромным удовольствием и азартом учился управлять камерами. И сразу продемонстрировал впечатляющие результаты. Впереди его ждал следующий, не менее важный сюрприз. Ты теперь друг кого? Полиция? Друг дяди Степы. А-а-а. Ты же стал победителем векторины. С дядей Степой мы друзья. То есть мы теперь друзья, да? Поздравляю. Спасибо большое. Вот тебе диплом, подписанный начальником главного управления МВД России по Самарской области Сергеем Солодовниковым. Ну и памятный подарок. Здесь есть такая штука для того, чтобы тебе сохранять информацию. Давай руку. Вот она всегда с тобой будет рядом. Спасибо большое. Держи пакетик. А теперь внимание с загадка. Там, где сложный перекресток, он машина-руководитель. Там, где он, легко и просто. Он для всех путеводитель. Кто это? Если вы знаете ответ, присылайте его на номер 8 999 701 0233. Указывайте свое имя, фамилию и возраст. Указывайте свое имя, фамилию и возраст.